Привет и добро пожаловать в королевство бисера зеленой птички! Сегодня мы с вами продолжаем украшать себя ко дню всех влюбленных сердечками, конечно же. В этом мастер-классе я покажу, как сделать вот такие классные сердечки из бисера своими руками, которые потом можно превратить в сережки, в какие-нибудь кулончики, в подвески или в брелочки. Все материалы, которые мы будем использовать, можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Переходите по ссылкам здесь в описании под этим видео. Для вашего удобства я оставляю ссылку на список. Заходите в интернет-магазин, заказывайте. Мы привезем заказ к вам прямо домой. Либо приезжайте к нам в шоу-рум в Москве на улице Большая Черемушкинская, дом 25, строение 97. Крыльцо с гирляндой. Прямо около крыльца есть бесплатная парковка. Приезжайте к нам в наше светлое, красивое, творческое, наполняющее, вдохновляющее пространство для того, чтобы купить все для создания украшений своими руками. Здесь есть бисер, бусины, фурнитура, инструменты, нитки, иглы, коврики. В общем, все-все-все, чтобы создать красоту. Прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео. Обязательно подпишитесь на наш канал, потому что впереди вас ждет еще очень много крутых мастер-классов. И я приглашаю в эту студию мою коллегу Аню. Аня, привет! Заходи! Аня, всем привет! Будет показывать, как делать такую красоту. Она научилась и сейчас расскажет вам. Это сложно? Нужны определенные навыки, но все получится. Все получится. Вот здесь вот Аня сделала сердечки из бисера 11.0 и из бисера Delica 11.0. Посмотрите, они отличаются. Скажи, пожалуйста, какой сложнее было делать? Примерно одинаково по сложности. Наверное, с Delica все же удобнее, потому что за счет своей цилиндрической форме бисеринки ложатся друг к другу и просто подсказывают, куда их вплетать. Чуть удобнее. Посмотрите, вот такие два сердечка выглядят немножко по-разному. Это сердечко сделано из бисера Toho 11.0, а это Delica 11.0. Видите, они сплетены по одной схеме, но отличаются размером и немножко по форме. Это такое более квадратное, это более круглое. Сами выбирайте бисер, какой нравится вам больше. Ну что, я оставляю вас с Аней. Приятного вам творчества. Начинаем плести наше сердечко мозаикой In Debele. Вот такое получится в итоге. Нам потребуется бисер круглый 11.0, в моем случае это Toho, нитки Toho Wangee и игла. Начинаем с того, что набираем на нить 48 бисерин и замыкаем их в кольцо. Я не срезаю нить с катушки, потому что мы будем плести у сердечка вторую часть и эта нить нам еще понадобится. Благодаря этому основную нить рабочую можно оставлять не очень длинной. Мы замкнули в кольцо 48 бисерин и начинаем плести первый ряд мозаикой. Набираем одну бисерину, одну пропускаем, проходим через следующую. Тут важно не затягивать очень сильно, потому что сердечко должно быть пластичным для того, чтобы следующие ряды тоже легли хорошо. Набираем вторую бисеринку, одну пропускаем, проходим через следующую. Вот так выглядит первая часть нашего первого ряда. Шесть бисеринок, которые мы приплели, стали над бисеринками предыдущего ряда, как это обычно и бывает в мозаике. Теперь мы будем закруглять наше сердечко, поэтому три раза будем добавлять по две бисеринки над одной бисеринкой предыдущего ряда. Я набрала две бисеринки, одну пропустила, через следующую прошла ниткой и колкой. Еще две бисеринки, одну пропускаю, через следующую прохожу. И последний раз набираю еще две бисеринки, одну пропускаю, через следующую прохожу. Если подтянуть нитку, то уже видно, что вот у нас получается такой изгиб. Сейчас еще два раза добавляем по одной бисеринке мозаичным плетением. Набираем одну, одну пропускаем и в следующую проходим. Собственно, вот уже угадывается форма нашего будущего сердечка. Сейчас нам нужно сделать вот такую выемку, для этого применить элемент эндебели. Мы вышли из бисеринки, пропускаем две следующие и в следующую проходим нашей ниточкой, не добавляя дополнительной бисерины. Вот тут ее можно потянуть и постараться разложить, эти бисеринки, но на самом деле это будет удобнее сделать уже, когда мы завершим первый ряд и будем плести следующие. И сейчас мы будем делать все то же самое, что делали до этого, только в зеркальном отражении. То есть два раза добавляем по одной бисеринке мозаичным плетением. И три раза по две. Мы добавили со второй стороны три раза по две бисеринки. Сейчас добавляем шесть бисеринок обычным мозаичным плетением по одной. Это пятая. Добавляем шестую бисеринку. Сейчас сердечку сложно придать его первоначальную форму, но скоро со второго ряда все будет уже понятнее. Теперь нам нужно сформировать наш кончик сердечка. Для этого будет опять элемент дебиля. Мы набираем две бисеринки и проходим в соседнюю. Ничего не пропускаем. И для того, чтобы плести следующий ряд, нам нужно перейти в бисеринку, которую мы подплетали до этого. Элемент дебиля мы прошли в следующую бусину и вышли из первой бусины, которую приплетали в прошлом ряду. Теперь начинаем плести второй ряд. Мы будем просто добавлять по одной бисеринке между всем, что мы приплели в прошлом ряду. Таким образом, немножко делая наше сердечко повыше и пообъемнее. Получается, мы сейчас делаем второй ряд мозаичного плетения. Если вам сейчас кажется, что сердечко совершенно не держит форму и не похоже на сердечко, не переживайте. После этого ряда все станет получше, а в конце будет вообще красота. Добавляем по одной бисеринке между выступающими бисеринами. А когда подходим к тому моменту, когда мы в предыдущем ряду добавляли по две бисерины, проходим сразу через две. Наша задача на этот ряд просто добавить по одной бисерине между всем, что мы приплетали в предыдущем. Вот, мы набрали одну бисеринку и проходим через две, которые мы приплетали в предыдущем. Делаем так трижды, потому что мы приплетали трижды по две. И в этом моменте проходим через одну, потому что мы приплели в предыдущем ряде одну. И еще раз. Мы подошли к следующему моменту, когда будем использовать дебели и соединим две выступающие бисеринки между собой. Обратите внимание, видите, у нас тут в первом ряду мы две пропустили. Вот они. В следующем вот наше соединение. Теперь нам нужно соединить те, которые повыше. И немножко подтянуть. Скорее всего, на этом этапе их уже получится выровнять. И сердечко будет больше похоже на сердечко. Продолжаем добавлять по одной бисеринке. Когда мы подходим к моменту с поплетенными двумя бисеринками в предыдущем ряду, набираем одну и проходим сразу через две. Еще раз набираем одну и проходим через две. И третий раз делаем то же самое. Дальше продолжаем наше обычное мозаичное плетение. Одно пропускаем, проходим через следующую. Так добавляем по одной бисеринке. Делаем это до нашего следующего элемента на дебиле. Внизу сердечко. Вот мы спустились к основанию нашего сердечка. Вышли из бисеринки. Теперь нам нужно набрать две и пройти сразу в следующую. Так получится острый уголок. Так как это конец нашего предыдущего ряда, ее тут не хватает. Набираем еще одну и проходим сразу через две, чтобы оказаться в начале следующего ряда. Мы завершили наш второй ряд. Сердечко сейчас выглядит так. Будем плести третий, добавлять еще объем. На боковых сторонах сердечка все по-прежнему. Добавляем по одной бисеринке мозаичным плетением до того момента, когда мы во втором ряду приплетали по две бисеринки. Мы оказались над нашими двумя бисеринками и в этом месте мы будем приплетать по три. Набираем три бисерины, пропускаем две и проходим выступающую бисеринку. Опять набираем три бисерины, пропускаем две, проходим в следующую выступающую. И еще раз. Добавляем еще одну бисеринку мозаичным плетением. И делаем острую выемку сердечка, продолжаем ее формировать, применяя элемент дебиля. Мы вышли из бисеринки и проходим сразу в следующую выступающую, не набирая дополнительных бисерин. Вторую половинку сердечка делаем так же, как и первую. Сначала одна бисеринка мозаичным плетением. Так как у нас зеркальное отражение, то сразу начинаем приплетать по три над предыдущими двумя. И здесь добавляем еще по одной мозаичным плетением до нашего следующего элемента дебиля. Их тут будет шесть штук. И так как мы добавляли дополнительные ряды и немного удлинили наше сердечко, появляется седьмая мозаичная бисеринка. Мы добрались до нашего элемента дебиля и тут приплетем две бисеринки между соседними. Дальше добавляю по одной, завершая наш предыдущий ряд. И еще раз. Получается, что начало нашего ряда все время немножко сдвигается. Следим за этим внимательно и доплетаем необходимые бисеринки. Вот мы завершили этот ряд. И вышли из первой приплетенной бисерины этого ряда. Так как мы в этом ряду добавляли по три бисеринки, нам сейчас нужно сделать еще один ряд, который будет соединительным, в котором мы приплетем по одной бисеринке между всеми добавленными. Это будет последний ряд этой половинки сердечка. Все как обычно между бисеринками, которые мы приплетали по одной, добавляем еще по одной мозаикой. Когда доходим до момента, когда мы добавляли три бисеринки, берем, нанизываем одну бисеринку и проходим сразу через три. Нанизываем одну, проходим через три. Нанизываем еще одну и проходим сразу через три. Вот так. Добавляем еще одну бисеринку мозаичным плетением между выступающими. И обратите внимание, вот острая выемка уже сформировалась, и эти бисеринки уже прям просятся, чтобы мы их соединили. Выходим из одной и сразу заходим в следующую, не добавляя дополнительные бисерины. Набираем одну и проходим сразу через три. Видите, у нас тут сразу три набранных бисеринки. Набираем одну и проходим сразу через три. И еще раз. Далее приплетаем по одной бисеринке мозаичным плетением до нашего нижнего элемента на дебеле. Сейчас мы вот доплели до нашего нижнего элемента на дебеле. Приплели семь бисеринок. И обратите внимание, сейчас между этими двумя бисеринами мы добавим не две, а одну. Так у нашего сердечка будет острый кончик. И приплетая последнюю, проходим сразу через две. Две. Так выглядит первая половинка нашего сердечка. Первая часть. Нить эту можно закрепить. У нас есть много видео о том, как закреплять нить. Поэтому, скорее всего, я не делаю ничего для вас нового. Нужно попетлять между бисеринами по ходу плетения. Вот я прохожу через несколько. И завязать узелки над ниточками, которые мы плели. Я думаю, что в моем случае двух будет достаточно. Я сделала один узелок, сейчас сделаю еще один и обрежу нить. Обрезали ниточку. Отмеряем ниточку нужной длины от нашей катушки. Обрезаем. Она у нас выходит из нижней бисеринки. Повторяем наш элемент дебели. Пропускаем ее через пару бисерин. Так, чтобы она вышла из выступающей бисеринки нашего первого ряда. Сейчас будем приплетать по одной бисерине. По всему нашему первому ряду. Для того, чтобы после этого повторить все то же самое, что мы делали на первой половинке сердечка. Эти бисерины нужны для того, чтобы был дополнительный объем и сердечко хорошо загибалось. Набираю по одной бисеринке. Одну пропускаю. Прохожу через следующую. Через следующую выступающую получается. Классика мозаичного плетения. Везде набираем по одной. И проходим через одну. Когда мы добираемся до нашей выемкин дебели наверху, мы приплетаем еще одну бисеринку туда, куда она прям просится. А здесь просто проходим в следующую, не добавляя ничего нового. И продолжаем приплетать по одной бисеринке. Набираю одну. Одну пропускаю. Через следующую прохожу. Продолжаем наше мозаичное плетение. На самом деле, следующий интересный момент будет только, когда мы подойдем к нижней части нашего сердечка. Поэтому продолжу плести мозаикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Мы дошли до нашего нижнего элемента дебели, и вот в том месте, где бисеринки дебели между собой соединяются, нам нужно сделать точно такой же элемент. То есть добавляем 2 бисеринки. Я пропустила 2, через третью прохожу. И выхожу из первой бисеринки, которую мы добавили в этом ряду. Начинаю плести внутреннюю сторону нашего сердечка и добавляю еще по одной бисерине мозаичным плетением, пока не дойду до того момента, когда мы добавляли 2 бисеринки, когда плели первую половинку. Добавила одну, вторую, третью и четвертую. А как раз в этом моменте мы добавляли 2 бисеринки, поэтому я сейчас тоже добавлю 2. Наберу 2, пропущу одну. И еще раз. Наберу 2, пропущу одну. Здесь нужно добавить 2 бисеринки обычным мозаичным плетением, между выступающими одна. И сейчас интересный момент. Мы будем формировать объем нашего сердечка и соединим 2 выступающие по сторонам бисерины дебели над вот этими двумя. Таким образом получится вторая часть нашего сердечка. Я выхожу из выступающей бисеринки, пропускаю 2 бисерины первого ряда нашего дебели и захожу сразу в третью, которая выступает. Соединяю их между собой. Можно немножко себе помочь сложить сердечко. Сейчас мы завершим этот ряд, приступим к следующему и сердечко уже будет принимать свою объемную форму. Тут добавляем по одной бисеринке мозаичным плетением. А сейчас опять пора добавить по 2. 2 набираю, 1 пропускаю, прохожу в третью. 2 набираю, 1 пропускаю, прохожу в третью. И еще раз. 2 набираю, 1 пропускаю, прохожу в третью. Подтягиваем нить. И вот видим, как наше сердечко приобретает объем. Сейчас добавляем еще по одной бисеринке мозаичным плетением между выступающими. Вторая. Четвертая. Пятая. Шестой бисеринкой мы доходим до нашего элемента дебели, который находится внизу сердечка. И тут набираем еще 2 бисерины и проходим через следующую. Раскладываем их елочкой и завершаем этот ряд нашей второй стороны. Вот очевидно, что тут не хватает одной бисеринки. Набираем ее и проходим сразу через 2. Так мы оказываемся в начале нашего следующего ряда. И так как в этом ряду мы добавляли по 2 бисеринки на наших изгибах, сейчас нужно проплести ряд, добавив везде только по одной. Продолжаю добавлять бисеринки обычной мозаикой на боках нашего сердечка. Подхожу к моменту, когда мы в предыдущем ряду добавляли по 2 бисеринки. Набираю 1 и прохожу сразу через 2. Еще раз набираю 1 и прохожу через 2. И еще раз набираю 1 и прохожу сразу через 2. Добавим еще 2 бисеринки обычным мозаичным плетением, пропуская по одной. А 2 верхние бисеринки крайные опять соединяем дбели. Выходим из бисерины, после которой начинается наш элемент дбели. Пропускаем наш элемент и проходим через следующую. Продолжаем добавлять по одной бисеринке мозаичным плетением. Набираем 1, 1 пропускаем, через следующую проходим. Здесь мы добавляли 2 бисеринки, поэтому набираем 1 и проходим сразу через 2. И еще раз набираем 1 и проходим сразу через 2. Последний раз 1 и сразу через 2. На этой стороне сердечко опять плетем обычным мозаичным плетением, добавляя по одной бисеринке между выступающими. Одну набираем, одну пропускаем, через следующую проходим. Добрались до нашего нижнего элементом дебели. Сюда просится еще одна бисеринка мозаичным плетением. Добавляем ее. И приплетаем сюда 2 бисеринки, проходя через следующую сразу. Укладываем елочкой и завершаем плетение этого ряда. Добавляем 1 бисеринку мозаикой и еще одну. В этом моменте сразу проходим через 2, чтобы сразу перейти на наш следующий ряд. Продолжаем плести сначала обычной мозаикой. Добавляем по одной бисерине. Одну пропускаем, проходим через следующую. Мы дошли до момента, в котором мы добавляли по 2 бисеринки 2 ряда назад. Сейчас добавим по 3. Как делали, это на первой стороне сердечка. Нанизываем 3 бисеринки. 2 пропускаем. Проходим через третью. Еще раз нанизываем 3 бисеринки. 2 пропускаем. Через третью проходим. 3 бисеринки. 2 пропускаем. Проходим через третью, которая выступает. Здесь добавляем еще одну бисеринку мозаичным плетением. А эти две выступающие бисеринки соединяем между собой. Продолжаем наш элемент дебели. Добавляем еще одну бисеринку мозаичным плетением. Через одну. И здесь мы добавляли по 2, поэтому сейчас добавим 3. Набираем 3 бисерины, 2 пропускаем, в третью проходим. И так еще 2 раза. Вớď. Вớți. И вот. И в тупик. Вертию у него на другие 절�優. И вот. И вот. В Status. Она эта пыль. В моейbirth SHA. И вот. И вот. И здесь добавляем еще 2 бисеринки. Добавляем бисеринки, которых не хватает в этом ряду мозаикой, в моем случае их 3, выходим из выступающей бисеринки и теперь будем сшивать две части нашего сердечка между собой. Если его вот так вот немножко сплющить, то будет видно, что у этой выступающей бисеринки есть парные бисеринки на нашей первой стороне. Будем их между собой соединять. По сути мы продолжаем наше мозаичное плетение. Нужно пройтись по всем выступающим бисеринкам. Получается, что мы берем одну бисеринку с первой стороны, одну со второй и чередуем эти движения. Когда мы доходим до момента, в котором мы добавляли 3 бисерины, выходим из одной бисеринки на первой стороне и проходим сразу через 3 на второй. Соединяем с одной выступающей бисеринкой на первой стороне и проходим сразу через 3 на второй. Точно так же, как мы их приплетали сразу по 3, точно так же мы их и сшиваем. Одна выступающая бисеринка на первой стороне и элемент дебеля. Тут мы просто сразу пройдем через вторую выступающую бисеринку на той же стороне. Так зафиксируем наш элемент дебеля. И возвращаемся к сшиванию двух сторон. Выступающая бисеринка на первой и сразу 3 на второй. Выступающая бисеринка снизу и сразу 3 сверху. Опять наша первая выступающая бисеринка на первой стороне и сразу 3 на второй. Тут просто продолжаем сшивать нашу мозаику, проходя через одну бисерину на одной стороне и следующую на второй. За счет того, что на первой стороне мы сплели дополнительный ряд, нам теперь удобно эти стороны между собой соединять. Чередуем наши бисеринки. Одна снизу, следующая сверху. Одна бисеринка на первой стороне, другая на второй. Доходим до нашего нижнего элемента дебеля. Сшиваем стороны между собой. И тут проходим через нашу одну бисеринку, которую мы добавляли на первой стороне. Делая двум сторонам сердечка, один общий острый кончик. Продолжаем сшивать наше мозаичное плетение. Наши последние бисеринки. Выходим из бисеринки с одной стороны, проходим бисеринку на другой стороне и возвращаемся на нашу верхнюю сторону. Все, мы полностью сшили наше сердечко, прошлись по всем выступающим бисеринкам, замкнули соединительный ряд. Теперь можно немного попетлять, закрепить нить и сердечко будет готово. Прохожу через несколько бисерин по ходу плетения и делаю узелок. Я подцепляю нить, которая находится между бисеринками, делаю петельку, прохожу через нее. Затем прохожу в соседнюю бисеринку по ходу плетения, подтягиваю нить и обрезаю ее. Прямо под корень. Мы закончили наше сердечко. Оно немного отличается от того, которое я показывала вам в начале урока. Потому что у этого сердечка внизу одна дополнительная бисеринка, а у этого три. Поэтому оно получилось чуть длиннее. Можете сделать так, как вам больше нравится. Кстати, такое сердечко можно сплести и из делики. Получается тоже очень красиво. Даже удивительно, насколько оно получилось меньше по размеру. Просто из-за того, что у делики цилиндрическая форма. Оно получается более тонким и изящным. Какое сердечко вам больше нравится? Аня, ну спасибо тебе большое, что ты помогла. Честно, я бы такое не сплела. Не хватило бы у меня терпения. Напишите потом в комментарии, хватило ли терпения вам. Получилось ли? Я не люблю долгие проекты, поэтому спасибо тебе большое. У меня теперь очень красивые сережки. Ты же мне их подаришь? Конечно. Конечно. В честь дня всех влюбленных. Спасибо большое Ане. Обязательно поставьте лайки этому видео. Напишите комментарии для Ани. Скажите, поблагодарите ее за то, что она сделала для вас крутой мастер-класс. И обязательно сделайте такие сердечки для себя. Украшайте ими себя, подруг, весь мир вокруг. И давайте я примерю, посмотрю, как это выглядит в виде сережек. Их можно повесить на швензы Конго. Та-дам! Вот такая получилась красота. Сейчас я их примерю. А пока я их примеряю, можете посмотреть мастер-класс по вот таким вот крутым бусам из хлопкового жемчуга. Здесь в подсказках я оставляю для вас ссылку. У нас уже есть такой мастер-класс. Бусы просто бомба! Тренд! Просто писк моды! Потрясающе классные! Та-дам! Вот такая получается красота. Шикарно смотрится в виде сережек. Ну вот и все. Такая получилась красота. Спасибо большое нашей Ане за то, что она помогла нам всем. Я надеюсь, у вас тоже получится. Заходите к нам в телеграм-канал. Я оставляю для вас ссылки здесь в описании под этим видео. У нас два телеграм-канала. Один называется Бисерное королевство. Это для всех для вас. Для бисерных королев. Заходите туда, общайтесь, показывайте, какие украшения вы делаете. По своим мастер-классам или по нашим. Прямо скидывайте туда фотографии. Я всегда все-все-все сообщения там читаю. И второй канал. Это наш канал, нашего интернет-магазина с нашими новостями, акциями. Там всегда что-то интересное происходит. Там я кристаллы недавно дарила. И еще обязательно буду. Так что подписывайтесь на нас в других социальных сетях. И увидимся совсем скоро. Пока-пока! Отправляю всем вам в Валентинке сердечки из бисера. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!